Много лет жильцы 58-го дома на Неченской ждали, пока коммунальные проблемы решатся сами. Когда поняли, что ничего не изменится, решили собрать совет дома и решать вопросы радикально. Писать муниципальные органы, администрацию города, городские паблики и средства массовой информации. Капитальный ремонт назначен на 2042 год, хотя должен был быть раньше. Дом у нас находится в ужасном состоянии, плесень, в подъезде и в квартирах грибок. Совет дома у нас только недавно мы начали заниматься домом, потому что уже, можно сказать, дом разваливается, трубы в подвале у нас. Просто еще немножко и у нас бы все рвануло. Все деньги текущего ремонта потратили на подвал. Теперь предстоит собрать новую сумму. Однако даже с собранным капиталом проблемы начнут решать не сразу. Управляющая компания Ленинского района не проявляет инициативу в улучшении состояния дома. Поддерживающие какие-то мероприятия, даже элементарная уборка проводится очень редко. То есть это все всегда через звонки, через жалобы, через обращения. Потому что уборщика мы видим хорошо, если раз в месяц. И когда зеркало в лифте протерли половой тряпкой, это считается отличной уборкой. Редакция 8 канала не добилась комментариев от УК. Однако самая актуальная проблема сейчас – стекающие на детскую площадку отходы из-за прорыва канализации на Нерчинской 54. В итоге антисанитария, крысы и невозможность проводить время на и так не очень привлекательной детской площадке. Аварийная служба канализации, мы им звоним, говорим, когда вы все-таки устраните поломку. Они говорят, что оборудование, которым нужно устранить, находится в ремонте. То есть когда кончится этот ремонт, нам неизвестно. Но площадку продолжает заливать, и мы не знаем, что дальше будет. Примодоканал осведомлен о проблеме. Причина прорывов – неправильное пользование канализацией. Ситуация на Нерчинской 58 серьезная. Засор может устранить только промывочная машина. Причина этому – люди не хотят соблюдать культуру использования бытовой канализации. По информации на сегодняшний день, спецмашина вышла из ремонта и уже устраняет сложные засоры в городе. На Нерчинской 58 образовалась проблема с доступом к канализационному люку. Связано это с установкой новой лестницы. Специалисты рассматривают варианты подъезда промывочной техники в планах устранения засора в течение 3-5 дней. Примодоканал изготовил памятку для жителей города о правилах пользования канализацией. Их соблюдение позволит уменьшить количество засоров. Но пока инициативные жильцы Нерчинской 58 будут и дальше бороться за судьбу своего дома. Диана Иванова, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.